Молодые люди любого поколения в своих мыслях и поступках всегда устремлены в будущее. Это вполне понятно, ведь они приближают это будущее своими делами и свершениями. И как бывает, им хочется достучаться до далекого времени, когда твои мечты, возможно, станут реальностью. Об этом в репортаже, который завершает наш выпуск новостей. 37 лет назад комсомольцы Славянского ремонтно-механического завода мастерски выточили металлический футляр в виде артиллерийского снаряда, куда было заложено послание молодежи будущего. Сохранились фотографии из митинга, посвященного годовщине освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков, где фигурировала эта капсула времени. Она должна была быть заложена в парке в центре города и вскрыта лишь в 2045 году на столетие Великой Победы. В переломные 90-е следы этой капсулы с посланием потомкам теряются. И вот уже в прошлом году, спустя десятилетия, ее находят славянские поисковики. После изучения всех обстоятельств, связанных с этим предметом, удивительный артефакт был передан в Славянский историко-краеведческий музей, где занял свое почетное место в экспозиции, посвященной кубанскому комсомолу. Вместе с поисковиком Шевченко Евгением мы ее, лично мы ее вдвоем обнаружили. Она была по какой-то причине утеряна, но немножко предыстории сказать, что эта капсула была изготовлена как капсула времени в центральном мемориальном комплексе. В 90-е она была утеряна по какой-то причине. Мы ее просто нашли. Ну, не будем даваться подробностей, как мы ее нашли, но мы ее нашли. И как вот такой серьезный для города артефакт, мы ее передали куда? Сейчас в музей. Историк-краевед и поисковик Богдан Фуфалько в 80-е годы был членом комитета комсомола ремонтно-механического завода и сам ощущает свою сопричастность ко вновь обретенной капсуле времени. Этот интереснейший экспонат мало кого сможет оставить равнодушным из посетителей нашего музея. Она должна быть скрыта в 2045 году, то бишь к столетию победы в Великой Отечественной войне. Ну, что в капсуле могли тогда комсомольцы писать? О светлом будущем, о каком-то пожелании, что продолжить, помнить, чтить и помнить традиции своих отцов, беречь их, ну, строить новую, продолжать строить новую жизнь. Это была еще та страна, это было другое время, другие идеологические взгляды. Но тем она интереснее, что в любом случае отчасти и сопричастен я к этому, потому что капсула была изготовлена на ремонтно-механическом заводе, с цельного куска бронзы, выточена, очень хорошим, я не могу сказать, кто точно точил эту, вытачивал точнее эту капсулу. Может быть, после того, как сейчас вот репортаж пройдет, кто-то и обратит внимание, какие-то большие будут сведения. И все же может появиться вопрос, о чем все-таки говорится в запечатанном послании из светлого прошлого в будущее. Было решено выполнить волю тех, кто отправил письмо в будущее и вскрыть капсулу времени еще через 23 года в далеком 2045-м. А пока все эти годы редкий артефакт будет удивлять экскурсантов Славянского историко-краеведческого музея. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова